всем привет с вами владимир чудесное утро осенний день я приехал такой шикарный березовый лес за чагой чага это березовый гриб целебный сейчас мы пойдем собирать его покажу вам его расскажу а сейчас вот посмотрите на нашу осеннюю красоту уральский лес во всей своей красе вдали вот горы те зрители которые мои земляки знают их вот этот гора баштур так вот поля горы но оставайтесь со мной идем мы в лес собирать чагу вот встречу опята целый пенек но не уже пер росли маленько подмороженные первый раз в этом году опять у нас были в конце августа и тут второй урожай и опять я собственно говоря не угадал люблю я собирать маленькие ну хотя вот разломил эти неплохие посмотрим нормал в этом году уже опять буду собирать чагу молодые встретиться конечно вот так она растет чага на березах собирать ее конечно лучше осенью или ранней весной собирать нужно живых берез березка листики небо голубое думы вы знаете значит от каких болезни она В первую очередь, она укрепляет иммунитет, нужно пить её регулярно. В общем, как говорят целители, нет таких болезней, которую не излечивает чага. Пить её надо регулярно, ради профилактики от страстных болезней. Будем собирать, потом ещё погуляем, покажу вам наш осенний лес, всё найдём. Вот так вот, с одной берёзки, вот столько набрал. Это неплохо. Сейчас походим, ещё пособираем. А это вот на берёзах растёт ещё обыкновенный гриб-трутовик. Он никакими целебными свойствами не обладает, просто гриб. Просто показываю я вам, чтобы, если кто не знает, как растёт чага, не спутали. Тут трудно спутать, конечно. Но, тем не менее, информация нужна такая. Вот ещё одну нашёл чагу. Высоковато, но достану. Вообще рекомендуют собирать, чем выше, чем она целебнее. Внизу, у самой земли. Нежелательно её собирать. Вот такая вот она. Отличная. Берём. Посмотрите, что я нашёл. Эти грибочки мы в детстве называли дедушкин табак. Посмотрите. Эх. 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 Вот так. Ну, интересно. Оп. Он что. Видели такое? Поиграем. Вот они. Так. Сколько их много? Вот. Эх. О. Вот они. Это вот так. Вот что только в лесу не встретишь, зато и вы увидите, вам интересно, я самому интересно. Пойдем дальше. Вот хочу вам показать на березе встречается и что такое образование, но это вот не чага, это кап, мы так называем его, нарост такой, там очень такая твердая древесина, с такой красивой структурой, можно использовать при разных подделках. Кто-то занимается, ручку для ножа и еще что-то сделать. Вот если внизу будет встреча, я вам еще покажу. Тут очень высоко. Ну вот я еще раз вам показываю чага, значит растет вот таким высоко, я про нее знаю, потому что здесь часто бываю, но это, как сказать, моя любимая, она растет высоко, пусть растет, набирает силы. Покажу я вам ее, и вот сейчас покажу я вам кап, сразу увидите различия. Так вот, поймать не могу, ага, вот он поймал. Вот он. Вот это кап. Вот это чага. Идем дальше, походим, полюбуемся нашим лесом, подышим воздухом. Вена и кочка. Тут вот два зонтика растут. Теперь я знаю их. Это зонтики, но они уже все. Вот сыроежечка. Мы их называем красновкими, но тут уже осень, они все растут. И прихотливый сильный гриб. Вот встретилась у меня костяника, наш уральский гранат. По две ягодки, обычно растет она гроздьями. Но уже осень. Очень вкусная ягода. Хорошая. Такая. Такой уральский гранат наш. Смотрите, какую я рябину встретил. Шикарные ягоды. Такие. Надо немножко пособирать. Однажды даже варенье мы варили из нее. Для пробы. Но варенье вкусно. Но горько и горько. Много его не съешь. Но оно все полезное. Все ягоды полезные. И сладкие, и горькие. Сейчас пособираем. Такая ягодка. В этом году ее, конечно, много. Вот насобирал я чаги. Немножко рябины сорвал. Сейчас буду возвращаться с мотоциклом. Поедем ближе к дому. Чаги, конечно, острый много. Мог еще набрать. Но мне не надо. Я беру столько, сколько нужно. Остальное пусть растет. Оставайтесь со мной. По дороге я вам покажу шикарную панораму наших гор. Когда приедем домой. Покажу, как я ее обрабатываю. Сушу, завариваю. Едем ближе к дому. Возвращаясь домой. Покажу вам нашу красоту. Наши горы. Вдали гора мосевая. Березы уже пожелтели. Листьевых здесь еще нет. Такая панорама. Вот это вот Малясов-Бугор. Все земляки, которые смотрят, они знают. Вот Николаевская дорога. Раньше мы по ней ездили в деревню Николаевка. Сейчас есть трасса. Ну, друзья, мы едем домой. Будем обрабатывать чагу. Ну, вот я дома. Вот моя чага. Сейчас, значит, я приступлю к обработке ее. Шинчага отличная. Убирать здесь практически нечего. Уберу вот эту черноту. Вот эти вот белые. Такую. И нарезу, значит, кубиками небольшими. Подсушу в естественных условиях на веранде. Чем она будет у меня сохнуть. Как подсохнет, я покажу, как я заварю чай. Значит, способов заварки существует очень много. Есть и спиртовые настойки. Я предпочитаю просто, как чай. Вот так она у меня подсохла. Такие кубики получились. Это, конечно, не вся. Делаю постепенно. И завариваю в термос. Вот налил я уже водички кипяченой. Но не кипятка. А градусов 40-50. Сейчас вот брошу 3-4 кубика. И дам ей наставиться 3-4 кубика. А потом покажу, какой у меня настой получился. Да. Вот еще можно натереть ее, чтобы быстрее она настоялась на терке на мелкой. Ну, я предпочитаю так вот кубиками. Так на терке натереть и заваривать быстрее будет. Вот, друзья мои, настаивался наш чудесный напиток. Целебная чага. Такого он цвета, насыщенного. Приятный вкус. Всем советую пить его. Очень тонизирует, давит силы, лечит от всех болезней. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Всем здоровья. Берегите себя. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok